Всем привет и спасибо, что вернулись в макровселенную. Сегодня мы с вами обсудим последний митинг FOMC, а также поговорим о последних данных индекса потребительских цен, которые мы недавно получили. А еще мы с вами обсудим биткоин на фоне того, что происходит сейчас с поднятием процентной базовой ставки, возможного разворота и того, что происходило с этой ставкой в предыдущие циклы. Друзья, если вам нравится этот контент, пожалуйста, поставьте под видео лайк. Также подпишитесь на канал и посмотрите распродажу на сайте intothecryptoverse.com Итак, поехали. Я постараюсь не тратить много времени на каждым отдельным вопросом, так как обсуждать придется много. Но первое, что хочу сказать, что по крайней мере сейчас ФРС остановила поднятие процентной ставки на время. Но все же есть шанс того, что они могут продолжить поднимать ставку далее. Если посмотреть на прогноз на сайте цеми фьючерсов, то рынок ожидает с вероятностью 64,5% дальнейшее поднятие процентной ставки в июле. Важно понимать, что если в этот раз они приняли решение не поднимать процентную ставку, это не значит, что в дальнейшем они это не продолжат делать. При этом я считаю, что есть хороший процент того, что в июле они все-таки не примут решение поднимать. Даже рынок говорит, что 35,5% того, что они не поднимут в июле. Таким образом, все-таки есть шанс того, что данная процентная ставка является терминальной. Но еще одна вещь, о которой я говорил ранее, когда все это только начиналось, что терминальная процентная ставка остановится где-то на 5-5,5%. Но интересно, как многие люди говорили, что мы даже не приблизимся к этому уровню. Реальность заключается в том, что существует риск того, что мы даже ее перейдем. Так? То есть больше риск того, что мы даже ее перешагнем, нежели мы до этого уровня не дойдем. И хоть сейчас мы находимся достаточно хорошо в середине этого диапазона, 5-5,5%, но большая вероятность и риск того, что мы все-таки пойдем выше. Если еще произойдет одно поднятие на 25 базисных пунктов в июле, это то, кстати, что рынок сейчас и ждет, то это нас приведет в верхнюю часть диапазона, который мы ранее обозначили. Но что интересно, рынок сейчас не ожидает сокращения ставки до начала 2024-го. Одна из вещей, о которых говорил Джером Пауэлл, и что мне показалось интересным, и это не должно быть на самом деле сюрпризом. Он сказал, нет никого в комитете, кто хотел бы сократить ставки в этом году, или же считал, что это действие будет верным. Единственная причина, из-за которой ФРС может сократить ставки в этом году, только если случится какая-то серьезная катастрофа. То есть это не значит, что это не может произойти, а значит лишь, что это очень маловероятный сценарий. Если будет реально какая-то серьезная катастрофа, то да, мы можем увидеть сокращение в этом году. Но я не думаю, что это должно быть для вас каким-то базовым или основным сценарием. Это не должен быть ваш основной прогноз в текущей ситуации. Но это не значит, что вы не должны хеджироваться против такой вероятности. Я лишь говорю, что ваш основной рабочий сценарий должен основываться на продолжении ФРС поднятия или удержания ставки долгое время. Не могу утверждать про последующие 25 базисных пунктов. Некоторые ждут дальнейших двух поднятий. Это мы еще увидим. Но в настоящий момент мы с вами ожидаем 5 с четвертью для основной процентной ставки. Как вы здесь видите, и для обеспечения этого комиссия приняла решение сохранить процентную ставку в диапазоне 5-5.25. Это позволит комиссии получить дополнительную информацию и понять результаты действий. Что это для нас значит? А то, что у нас есть долгие последствия с множеством параметров. И по мере распространения денежной политики ФРС в экономику, они начинают видеть какое-то потенциальное смягчение, происходящее в определенных областях. В итоге, я думаю, что они просто хотят подождать и посмотреть. Есть вопросы, связанные с государственной казной, которую необходимо пополнить. И остановка поднятия ставки, по крайней мере, на один месяц, позволяет получить гибкость, по крайней мере, в других местах. Но, опять же, это не означает, что мы достигли терминальной ставки, так как она может быть выше. А лишь принятие в настоящий момент этого, так как сейчас ставка остановилась. Но то, как мы можем прийти к терминальной ставке, будет зависеть от состояния и изменения экономики и рынка, которые мы увидим в июле. И если инфляция продолжит расти на большие уровни, то да, мы можем увидеть дальнейшее поднятие ставок. И, говоря об инфляции, давайте к ней и вернемся. Общая инфляция сократилась на более чем 4% год к году. Значительное падение, и вы видите, что оно продолжает сокращаться. При этом в значительно заметных темпах. Если мы посмотрим на ежемесячные изменения, то увидим, что оно продолжает сокращаться в таком же значительном темпе, который мы наблюдали с июля 2022. И это хорошие новости. Конечно, было бы идеально, и мы всегда с вами говорим о различных рисках. Но для того, чтобы перейти к устойчивому росту экономики и покончить с состоянием постоянного роста инфляции и беспокойства о будущих действиях ФРС, и чтобы победить эту инфляцию, нам необходимо вернуться к целевому уровню в 2, 2%. До этого у нас будет сохраняться, конечно же, риск продолжения роста ставок и отталкивания экономики ближе к краю пропасти. Итак, общая инфляция, похоже, движется в нужном направлении. На самом деле, с текущей скоростью изменения не потребуется много времени для достижения целевого уровня в 2%. В феврале у нас было 6%. Теперь 4% в мае. Конечно же, может потребоваться больше времени. Для пути с 4 до 2 по сравнению с тем, что было с 6 до 4. Мы также говорили много раз, что для второго полугодия более вероятно увидеть спад инфляции, нежели гиперинфляцию. Не забывайте, первый крупный скачок в поднятии ставок образовался примерно прошлым летом. Мы только сейчас переходим с вами в состояние, когда экономика только начинает ощущать на полную все эти поднятия ставок, которые образовались около года назад. Так что нам только предстоит увидеть тот вред, который ФРС нанесла нашей экономике. И я думаю, что ожидание следующего месяца для того, чтобы понять необходимость поднятия, вероятно, является самым разумным. Я думаю, что это правильное решение. И на самом деле может быть так же знаком того, что если ФРС будет слишком консервативным по поводу инфляции и не увидит никаких проблем в рынке, то, вероятно, они снова поднимут ставку. Но смотрите, что делает ФРС, а не то, что говорит. Итак, общая инфляция 4,1%. Если разбить ее на составляющие, то можно увидеть, что очень многие категории внутри этих цифр сократились. Еда и напитки сократились. Вот так это выглядит на более продолжительном времени. Смотрите, последний месяц она была на уровне 7.46, а теперь 6.58. И я думаю, что, скорее всего, она продолжит двигаться в нужном направлении. Итак, здесь мы видим падение, недвижимость сокращается, а она обычно сильно отстает. Я думаю, что скоро мы увидим действительно значительное продолжение падения. Сейчас цены на дома немного выросли. Но я не думаю, что здесь мы встретим сильное сопротивление. И инфляция здесь значительно не поднимется по сравнению с тем, что сейчас. Одежда немного подешевела, что является хорошим изменением к прошлому месяцу, когда он поднялся. Так что, вероятно, увидим продолжение. Если мы посмотрим на транспорт, то увидим, что он дефляционен. Здесь я имею в виду не отсутствие инфляции. Это означает, что просто цена немного сократилась. Цены упали на 1.68%, и они также падали несколько месяцев назад. Но эта категория исторически всегда является дефляционной. В то время как остальные категории с меньшей вероятностью ведут себя так же. Медицинское обслуживание продолжает падать с 1.05% до 0.724. Инфляция в категории отдыха упала с 5.01% до 4.56%. Образование и связь также сократилось, а другие товары и услуги немного подросли. И вот и все. Это и вся категория. Так что, в целом, хоть одна категория и подросла, все остальное сократилось. И, конечно же, это то, что мы хотим видеть в идеале. Мы хотим видеть продолжение падения цен, потому что мы хотим оказаться в моменте более устойчивого экономического роста, нежели наблюдать постоянное поднятие ставок ФРС и сложных реакций рынка. Понимая, какие компании превращаются в компании зомби, кто будет закрыт следующим, кстати, уже многие закрылись, реагируя на денежную политику ФРС. Но если мы посмотрим на базовую инфляцию, то она гораздо более устойчива, потому что, если вы видите, практически вся категория базовой инфляции находится выше 5%. Январь 5.5%, февраль 5.53%, затем 5.6%, 5.54%, а теперь 5.33%. Так что это хорошее движение. Но если посмотреть на месячные изменения, она падает, но по-прежнему сохраняется выше 5%. И таким образом, для того, чтобы у нас с вами образовался реальный шанс того, чтобы ФРС остановили поднятие ставки, нам действительно необходимо увидеть продолжение падения в следующем месяце базовой инфляции. Если мы это с вами увидим, и хоть у нас было в этом месяце падение, но если в следующем месяце мы получим данные, в которых базовая инфляция продолжит падение, это будет очень хороший сигнал. Также ФРС дала ясно понять, что ее целью является базовый индекс цен производителей. И этот показатель не повел себя так, как нам бы хотелось. Как вы видите, самые последние данные, которые у нас с вами имеются, последнее обновление данных было 26 мая. И новые данные мы получим где-то через неделю, может быть через две. Поэтому последний раз, когда мы видели данные, цифры выросли. И в идеале было бы здорово увидеть значительное падение в следующем отчете, так как этот показатель остается все еще на нехорошем уровне. А обновления по нему мы не получали ни вчера, ни в предыдущем месяце. И за этим показателем ФРС лидит очень серьезно. А нам следует об этом хорошо помнить. И снова хочу вам сообщить в виде напоминания. Находящийся на сайте CME инструмент, который называется WatchTool, посмотрите, говорит о том, что нас ожидает еще одно поднятие на 25 базисных пунктов, после чего поднятие будет поставлено на паузу, а сокращение ставки начнется в 2024. И вот такая ситуация. Теперь, если мы посмотрим на биткоин, одна тема, о которой хочу обсудить, и мы о ней говорили уже много, но я хочу снова ее разобрать. Все это очень сомнительно. Так? И с этим нужно смириться. Я не собираюсь вам рассказывать то, что произойдет, и все в этом духе. Но мы об этом с вами уже говорили, об этой идее, и с учетом того, что недавно произошло, это заслуживает нашего внимания. Если вы все еще здесь, в текущем моменте цикла, то поздравьте себя. Да, это тяжело. Но если вы смогли зайти так далеко, но не сможете дойти до цели, то вам останется винить только себя. Потому что если сейчас вы находитесь здесь, и я не думаю, что вы турист, то все равно найдутся многие, кто бросит дело на полпути. Они не думают, что они являются туристами, но на самом деле они ими и являются. И поэтому я думаю, что вам хватит сил удержаться, если вы уже зашли так далеко внутри этого цикла. Временная капитуляция очень жестока, а она чудовищна. Мы много говорили об итогах медвежьих рынков, а я по-прежнему остаюсь настроенным скептически относительно рынка альткоинов. И буду продолжать придерживаться этих взглядов, пока доминация биткоина стремится к 60%. Но вам действительно пора начинать задумываться о этих событиях и о том, как они себя ведут. Как только бизнес-цикл заканчивается, и мы приближаемся к его концу, уровень безработицы начинает расти, и все происходит очень быстро. Поэтому у вас должен быть план. Вещь, о которой я хочу с вами поговорить, следующая. Насколько отстают результаты действия ФРС внутри этого цикла? В обычной ситуации, когда ФРС поднимает процентную ставку, они это делают во время растущего рынка. Они поднимают процентную ставку укрепляющейся экономики. И обычно это делается в связке с S&P, но так как большинство из вас интересуется биткоином, то мы на нем и сосредоточимся. Во время последнего бизнес-цикла ФРС поднимала ставку при наличии более крепкой экономики. И они продолжили поднятие, когда рынок уже начал замедляться. Но, в конце концов, вот что произошло. Биткоин уперся в дно, когда ФРС достигла терминального уровня ставки. Вот когда биткоин нашел свое дно. И для интерпретации этого у нас есть два способа. И, честно говоря, я не знаю, какой из них является правильным. Это может быть комбинация обоих. Но помимо того, что мы обсуждали с вами ранее, а о втором исходе мы с вами поговорим, но, я упоминал об этом ранее, есть объективная реальность, что ФРС настолько сильно отстает в своих действиях, так как обычно они поднимают ставки при более сильной экономике. В этот раз они не начали поднимать ставки, пока рынок не начал свое падение. И биткоин не представляет, конечно же, весь рынок. S&P недавно показал рост, в то время как крипта падала. Но в течение 22-го года S&P также падал. И, по сути, это момент, когда ФРС начала поднимать ставки. А им следовало это делать в 2021-м. Вероятно, когда им следовало это начать. И вот в чем дело. В 2018-м биткоин уперся в дно. Это низ, когда ставки достигли терминального значения. Затем он образовал свою вершину перед халвингом, когда начали ставки падать. Биткоин образовал свое вторичное дно, этот вторичный кошмар, о котором мы говорили с вами. Во время второго сокращения ставок. Итак, три явно выраженных изменения в траектории цены биткоина были связаны с тем, что делала ФРС. Ведь довольно очевидно, верно? У нас есть низ, верх и низ. И в каждом конкретном случае это было связано с изменением денежной политики ФРС. В каждом случае. Теперь, что у нас сейчас? Что ж, первая реакция может быть следующая. А что, если биткоин еще не нашел свое дно? Так как ставка ФРС не достигла своего терминального уровня. Ведь есть шанс, что ФРС поднимет дальше до 5,5. Честно говоря, я не знаю, что это корректная интерпретация. Правильный способ, возможно, будет, по крайней мере, об этом стоит подумать. Следующий, рынок воспринял изменения с роста в 75 базисных пунктов до 50, что могло стать некоторым сигналом разворота. То есть разворот был в меньшей степени, нежели рынок его воспринял. Да? Итак, вместо достижения терминального уровня ставки, как пометки достижения дна биткоином, в большей степени стал разворот изменения с 75 до 50. И таким образом, вместо начала сокращения ставок, сигнализируя о вершине перед халвингом, возможно, сигналом стала терминальная ставка. Но повторюсь, мы не знаем, достигли ли мы терминального уровня или нет. Но все-таки есть вероятность, что мы этого достигли. И если достигли, то это может быть хорошим сигналом вершины. Но вы можете или кто-то может утверждать, что мы просто отстаем на один шаг по сравнению с тем, что было в предыдущем цикле. Поэтому вот этот низ совпадает в последнем цикле с остановкой. А вот эта вершина в последнем цикле означает начало сокращения. В этом же цикле это совпадает с остановкой. Так? Потому что до этого митинга не будет ясно, остановка это или нет. Так как больше все-таки похоже на достижение терминальной ставки, но никаких гарантий, как я говорил ранее, нет. Они могут пойти выше до 5,5%. Но, честно говоря, я не думаю, что им это нужно. Я считаю, что инфляция все-таки будет сокращаться, независимо от того, поднимут ли они еще на 25 базисных пунктов или нет. Но есть такая идея, заключающаяся в том, что сокращение процентной ставки может означать вторичное дно, вызванное испугом на рынке. То есть, как только начнут сокращать ставку, это может стать потенциальным дном пары биткоина к USDT. Да, может быть еще нисходящий низ по сравнению с 2022-м. Да, может такой быть. Но не забывайте, что вот этот низ потенциально был восходящим низом, так как ФРС взяло и напечатал 6 триллионов. Вероятно, был какой-то эффект. Но с большим уровнем инфляции, возможно, они не осмелятся это сделать. Так что риск этот сохраняется. Помните, что они сделали в 2015 году? У нас образовалось двойное дно. Вторичное дно образовалось в августе, после первого, которое образовалось в январе. Так что помним об январе и августе и о том, что что-то похожее может произойти снова. Поэтому, возможно, будущее сокращение ставок, а может быть сокращение в будущем, будет единственным. Оно может совпать с тем, что было в первое и последнее сокращение, объединив все в одно событие. Скажем, значительное сокращение за один заход. Скажем, они возьмут и сократят на 100 базисных пунктов за одно движение. То есть и первое, и последнее сокращение произойдут одновременно. Но мы с вами должны потенциально предполагать возможный результат, когда первое сокращение процентной ставки может обозначить дно. Так что еще раз, в последнем цикле мы достигли терминального уровня во время дна биткоина. А когда начали сокращаться ставки, биткоин достиг верха. Сокращение ставок закончилось и образовалось дно. В этот раз изменение с 75 до 50 у биткоина образовался этот низ. Потенциально терминальный уровень биткоин достиг верха. Потенциальное сокращение в будущем может быть дно биткоина. Верно? Альтернативный взгляд на это и, возможно, более депрессивный взгляд будет, если биткоин рухнет так, как он сделал в предыдущем цикле. Во время вот этого поднятия ставок. Но это не значит, что есть вероятность, что ставки не достигли терминального уровня. И, возможно, биткоин найдет только свое дно вот здесь, как только терминальный уровень будет достигнут. Вероятно, это более депрессивный взгляд на ситуацию. Но этот сценарий необходимо допускать. Мы должны помнить о двух сценариях. Но об этом мы с вами уже какое-то время говорили. И основная причина заключается в том, что ФРС очень сильно отстает от графика. Обычно поднятие ставки происходит при здоровом рынке. А в этот раз они начали значительно позже. И это тот важный момент, который нам необходимо держать в своей голове. Несколько месяцев назад мы выпускали видео, в котором предвещали потенциальное дно этого лета. Не уверен, что просмотр этого видео вызвало большое воодушевление, но, по крайней мере, этот сценарий похож на правду. Биткоин медленно спускается вниз. То есть, в любой конкретный день мы можем озадачиться тем, что это происходит. Это происходит буквально в любой день. Но если мы укрупним картинку и посмотрим, не истекает ли просто медленно биткоин, приближаясь к летнему дну, на ваш взгляд. Так что, я думаю, мы можем многое увидеть из того, как влияет денежная политика ФРС на такие рисковые активы, как биткоин. Многие могут предположить, что криптоактивы не... Точнее, они могут прийти к печальному заключению, что крипто не выживет. По той причине, что сейчас происходит в сфере регулирования. Ребят, просто поймите, это всего лишь шум. Ну, то есть, я не совсем прав. Да, есть какой-то риск того, что происходит в сфере регулирования. Но, в конце концов, наиболее важные вещи для рынка биткоина и рынков альткоинов... Просто мы в основном говорим о биткоине. Это всего лишь денежная политика. Да, это довольно депрессивно. Но, если вы мне не верите, взгляните сюда. Взгляните на график биткоина, поделенного на объем денежной массы. И не посмотрите ли на то, где у нас было непреодоление. Тот же самый уровень был и в 2017. Абсолютно тот же самый. А где у нас образовалось дно в 2021? На том же уровне. Так что, все, что вы здесь видите, является этим уровнем сопротивления, который снова отработал как сопротивление. А когда-то он был уровнем поддержки. И это вещь, о которой нам нужно помнить. Это то, о чем мы должны с вами помнить. По мере нашего продвижения по финансовому рынку. То, каким образом объем денежной массы влияет на данные активы. Биткоин не преодолел тот же уровень, который он не преодолел в 2017, когда мы учитываем денежную массу. Того же уровня, который был поддержкой в 2021, когда мы учитываем денежную массу. И это то, где мы сейчас с вами находимся. Бизнес-цикл – это длинный и довольно сложный процесс. Нельзя утверждать, что он легкий и через него можно быстро пройти. Нет, он долгий и очень мучительный. И я надеюсь, что это видео было полезно людям, которые путешествуют через криптовселенную. Я знаю, что у меня не всегда популярны точки зрения, но моя цель – говорить не то, что вы хотели бы услышать, приходя сюда, а то, что я на самом деле считаю происходит. И это зачастую тяжело, так как иногда то, что я считаю, не всегда происходит на самом деле. И такие ситуации иногда приводят к тому, что люди расстраиваются, когда прогнозы не сбываются. Обычно люди предпочитают видеть более бычий настрой. Но в конце концов, я лишь хочу, чтобы люди поняли, что видео, которые я публикую, помогут людям управлять риском. Я не говорю вам то, что необходимо делать. Ничего в этом подобии. Я лишь хочу, чтобы вы могли управлять рисками, так как я видел так часто крахи крипто, что если я кому-то расскажу о всей боли, через которую мне пришлось пройти, особенно в рынках альткоинов, во время медвежьего рынка или при халвинга, или на ранней стадии халвинга, то именно это я и хочу сделать. Я хочу показать вам возможные перспективы, которые заставят подумать дважды людей, перед тем, как пойти и вложить семейные деньги в какие-то из альткоинов. Пожалуйста, не забывайте. Моя цель для того, чтобы показать вам возможные перспективы, которые помогут вам путешествовать по рынкам с точки зрения перспективы данных, а не с точки зрения узкоперсонального мнения на недавно происходящие события. Основная проблема альткоина заключается в том, что многие люди, занимающиеся продвижением, особенно последние 18 месяцев, и несмотря на то, что последнее время они только лишь занимаются борьбой с ФРС в высокорисковых активах. Дело в том, что S&P преодолеет стену войны без проблем. Он это делал в 2019-м, а крипто нет. У крипто не получилось. Поэтому, пожалуйста, поймите, что люди, которые показывают вам рынок альткоинов и делают это раз за разом, будут это делать лишь только в то время, пока происходит бурный рост. После этого они просто замолкают. Моей же целью является вам показать следующее. Смотрите. Многие из этих альткоинов просто уйдут в ноль. Но, конечно, вы можете утверждать, что топ-3 когда-то покажут исторический максимум. И я также скажу, да, что шанс хороший. Но это не значит, что альткоины, которые есть у вас, также достигнут вершин. Это не значит, что они не покажут, но история говорит о том, что большинство из них уходят в ноль. Поэтому, пожалуйста, поймите эту реальность, что многие альткоины постигнут забвение. А в последующих циклах будут новые классы криптовалют, которые смогут привлечь внимание инвесторов, и некоторые из старых альткоинов, возможно, достигнут новые исторические максимумы. Возможно, некоторые из них это смогут сделать. Но я всегда говорю и продолжаю говорить, что те, кто в этом уверены, что их альткоины достигнут вершин, могут быть правы. Я об этом не спорю. Просто дело в том, что вы должны знать, если в вашем портфеле сотня разных альткоинов, то очень большой шанс, что 98 из них не достигнут новых вершин. Пожалуйста, понимайте это. Ужесточение денежной политики для крипто будет сложным периодом. Для того, чтобы найти уверенный уровень. Но это не значит, что они однажды не восстановятся, как только политика начнет смягчаться. И, пожалуй, на этом завершаем. Спасибо, что посмотрели. Обязательно подпишитесь на канал и поставьте под видео лайк. Возможно, я об этом уже говорю много, но это действительно помогает алгоритму рекомендовать чаще данное видео. Также посмотрите нашу распродажу на сайте intozacryptoverse.com Увидимся. Всем пока.